Отопительный сезон И в следующий отопительный период надо будет более внимательно смотреть со всеми надзорными органами за проведение испытаний Следующий этап отопительного сезона наступит, когда столбик термометра опустится ниже нуля И в республиканском ведомстве не исключает, что в Казани тогда стоит ждать новых аварий На их устранение у тепловиков будут всего сутки Отказались и отказались, потому что это неэффективно Неэффективным жильцы домов номер 69 и 73 по проспекту Ямашево назвали программу перехода от центральных тепловых пунктов на ЭТП В Казани из более чем тысячи домов только семь отказались переходить на новую систему отопления Пять из них обслуживает управляющая компания «Уютный дом» Жильцы отказались, значит все А вот говорят, что у вас повышенные теперь тарифы будут за тепло Ну и что? Повышенные тарифы, они всегда повышенные Чтобы от центральных, всегда тепло, никаких сбоев Сколько я здесь живу, не было Похоже, в этом дворе вопрос о переходе от центрального теплопункта к индивидуальным Один из самых острых Вот и председатель жилищного кооператива дома номер 75 по проспекту Ямашево отказался с нами встречаться Объясняет это тем, что он не комментирует выбор жильцов многоэтажного дома Как говорят в Минстрое, отказ от перехода на ЭТП больно ударит по карману самих отказников В мае, когда отопительный сезон закончится, тепловики подсчитают все затраты и выставят счет за обслуживание нерентабельных центральных теплопунктов жильцам домов отказников Но только отказаться от оплаты будет невозможно А вот право перевести свой дом на ЭТП казанцы за собой сохранят Замена оборудования в Казани проводится бесплатно На реализацию программы из бюджета республики было выделено более 1 миллиарда рублей Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, Телеканал, эфир Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте Мобильный репортер 24 Мобильный репортер 24 Мобильный репортер 24